Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько зависит от судьи, от суда принятие решения. И почему мы говорили о том, что профессионализм судьи, он очень влияет на то или иное действие. И когда мы разбирали те или иные типажи, конечно же, самое основное качество, которое я ценю в судейском корпусе, это в большинстве своем профессионализм. И я сегодня хотел бы вам рассказать об одном случае, я его очень часто привожу в пример. И, конечно, для меня этот случай стал показательным, потому что сейчас очень много таких передач, в которых любят рассказывать люди о том, что им было стыдно после некоторых действий. Вот это тот случай, когда мне действительно было потом стыдно немножечко за себя, за свое непонимание, недопонимание, за свое неверие, я бы даже так сказал. Дело происходило в арбитражном суде и был очень сложный процесс, прямо на грани. И мы, скажем так, с клиентом, попался такой клиент, во-первых, тут мне повезло, потому что не все зависит, далеко не все зависит от судьи, от суда. Это многое, весь процесс в силу принципа диспозитивности, очень многое зависит от человека, который защищает свои права. И вот мне, знаете, кому-то везет с юристами, а от человека, который подает, с которым работаешь, тоже зависит. Потому что попался вот такой человек, даже не клиент, потому что я и по-человечески его понимал, сочувствовал. И вот он полностью мне дело, как говорится, по полочкам разложил свое понимание со своей профессиональной точки зрения. И мы с ним прямо проговаривали часами, многими часами, вот все нюансы, что и как. И дело было сложное, мы судились по госконтракту, по госконтракту это многомиллионный государственный контракт, там где нас пытались задвинуть, необоснованно отказаться от исполнения обязательств их по оплате, несмотря на то, что наши обязательства по исполнению госконтракта были выполнены в полном объеме. И вот, соответственно, мы с этим боролись, и наша задача была признать незаконным односторонний отказ от исполнения обязательств со стороны некой структуры, она с государственным участием и так далее. Но тут не зависит от того, какое участие, факт тот, что изначально было некое, не то, что предвзятое отношение, но к таким органам больше, как бы, суд к ним более лояльно относится, чем к коммерческим организациям. И вот мы со стороны коммерческой организации, защищая наши интересы, у нас, во-первых, продумано все было, то есть вот прямо досконально. И я не шучу, когда говорю, что часами обсуждалось, и вот мне повезло, еще раз говорю вам с клиентом, когда он всю подноготную выкладывает, и есть к чему приложить юридические мысли, а не так, что иногда бывает тебе что-то донесли, ты начинаешь это притворять в жизнь, а потом оказывается еще какие-то элементы в этом пазле не собраны, не все еще есть, как бы, не все под руками, как говорится, имелась, не вся информация. А тут все прямо, и моя задача была, но настолько была подготовлена контрпозиция, вот контрпозиция, она была тоже очень жестко сформулирована, и там была проведена экспертиза, которая была против нас силами этой организации, а у них такие полночи были по проведению экспертных исследований. Мы, конечно, в противовес своей, экспертные исследования предоставляли, ну как, не свои, а по нашему заказу сделанные, но объективно, как бы. И вот здесь, поскольку я, как бы, все-таки профессиональный договорник, и я люблю работать с договорами, вот это, как бы, мне это нравится, и я очень люблю основания для того, чтобы признать договор недействительным, по основаниям ничтожности, оспоримости или незаключенности. И вот эти моменты, они мне интересны, я всегда с удовольствием этим занимался. И вот когда я увидел судью, а судья молодая, красивая блондинка, вот знаете, есть такая шутка, когда в кино показывают доктора наук, и она обязательно блондинка, там, с пятым размером груди, но какая-нибудь там специалист в ядерной физике. Ну, и говорят, что это, как бы, такой голливудский штамп. И вот тут примерно, ну, очень красивая молодая женщина, блондинка, и, конечно же, она, ну, никак не ассоциируется с судьей арбитражного суда. И я вот перед ней думал, что я сейчас выскажу всю красоту юридической мысли и, как бы, и думаю, ну, наверняка судья не поймет. И нужно же было подумать перед этим, хотя бы ознакомиться с биографией. Я дал абсолютно неправильную оценку. И я вот, когда докладывал, делал свой доклад, речь в суде, я почему-то так считал, что, знаете, как метать бисер, и это все, как бы, уже последний шанс. Я понимал, что тут шансов мало. И я постарался прыгнуть через голову, эту речь говорю, нашу позицию докладываю. И судья уходит в совещательную комнату и выходит, а я уже мысленно готовлюсь к апелляции, как мы будем обжаловать это решение. Думаю, может, апелляция принят нашу позицию. А она провозглашает решение и говорит о том, что она удовлетворяет наши требования целиком и полностью, признает односторонний отказ от исполнения обязательств. Она признает незаконным и, соответствующим образом, у нас возникает право требовать компенсацию и так далее, чем мы, конечно же, воспользовались. То есть, вы понимаете, и в буквальном смысле, вот у моих противников, они тут же в зале, их юрист стоял, хотя в одном из процессов, там и начальник юридического отдела участвовал, и у него вот в буквальном смысле отвисла челюсть. И он стоял с открытым ртом и не мог понять, что произошло. И только после судебного процесса я стал интересоваться, вот, а что это за судья. И оказалось, что эта судья, это не просто, вот, как, знаете, красивая блондинка, которая, как бы, не отличается умом и так далее. А оказалось, что это один из крупнейших и лучших специалистов в договорном праве во всем суде. Один, одна из лучших. И вот здесь мне, конечно, стало стыдно от того, что я недооценил судью и сильно уж, скажем так, но я был еще немножечко помоложе. И, конечно же, может быть, это было мне и простительно, такие мысли, но почему-то я думал, что вот я, как бы, такие вещи перед ней открываю. А когда я почитал решения, и когда я ознакомился с ее другими решениями, и когда посмотрел на ее практику суди, я понял, что для нее то, что для меня было вершиной мысли, то, что я ей докладывал, рассказывал в процессе и пытался достучаться. Для нее это абсолютно как семечки, обычные вещи. И она в них разбирается просто с лету. И она всю ситуацию абсолютно поняла, без каких-либо, ей не нужно было там сильно все объяснять, ей было все абсолютно понятно. И она принимала решение в нашу пользу. И, кстати, это решение устояло и в апелляции, и в касации, и во всех высших судебных инстанциях. И она принимала это решение с открытым забралом. То есть она абсолютно сознательно принимала и понимала, что да, она будет обжаловаться и будет подвергаться критике со стороны органов, против которых мы выступали, и защищает там свои коммерческие интересы. И вот это меня, конечно, вот с тех пор я всегда смотрю на судей, хотя в моей жизни много в практике встречалось таких судей, которые, ну, просто вот, ну, сидит обычный человек, да. Как, ну, вот, вы как встретили кого-то, там, я не знаю, знакомого, ну, обычно одет, ничем не примечательный. То есть обычный человек, среднестатистический. Но когда он начинает говорить, когда он начинает излагать свои мысли, когда видишь его судебные решения, и вот здесь на ум приходит такое, такое слово, как Соломон, вот Соломоново решение, когда судья. И вот такому судье, причем вот у этой же судьи мы, там был тоже спорный момент, вот у этой же судьи было абсолютно там, решение было несколько не в нашу пользу, потому что мы там пытались доказать, тоже у нас был спор, там сложный коммерческий спор, и он затевался с определенной целью, потому что там осуществлялась продажа больших имущественных комплексов, связанных там со сложными правоотношениями. И наша задача была наших оппонентов несколько дисциплинировать. И мы сверх нормативно некоторые требования заявили. Но все было добросовестно, но как бы на грани, то есть решались определенные тактические задачи. И там она тоже быстро в этом всем разобралась, она вот это, судья, разбирала, и дала нам, как говорится, отлуп. То есть она нам все это четко расписала, что вы, ребята, здесь немножко балуетесь. Ну так я вот скажу по-простому. И здесь ваши требования несколько сверх нормативные. Но поверьте мне, проиграть такому судье, не проиграть, а когда она выносит решение и четко тебе рассказывает, раскладывает, в чем ты здесь неправильно, то есть для нее это открытая книга. И это никакой на нее ни обиды, ничего. То есть видно, это сильный, сильный не противник, сильный арбитр. Поэтому, дорогие друзья, конечно, личность судьи в процессе, она играет очень большое значение. И мне посчастливилось вот с такими судьями сталкиваться. И, конечно же, посчастливилось, особенно в годы молодости, когда вообще начиналась юридическая практика, там были такие, ну, то есть судьи, как писал классик, да, были люди в наше время богатыри, немы. И вот это, когда были, такую гладисть давали знаний, мудрости определенной житейской, потому что в процессе не все решает закон. И, конечно же, дорогие друзья, личность судьи очень-очень большую роль играет. И если вам попадается хороший судья, то это уже большое счастье. И, конечно, хороших судей, мое личное убеждение, их больше, чем посредственных, чем плохих и так далее. Но судебная система, это точно так же, как среди юристов, как среди простых людей. Это все срез нашего общества, точно один в один. Вот как президент говорит, говорит, вот вы ругаете там кого-то или полицию, или Росгвардию, говорит, это точно так же, это срез нашего общества. Это вот все точно, как везде. И говорит, что вот, а они целиком плохие или они... Нет, они вот точно такие же, как все, абсолютно один в один. Но если уже такое счастье выпадает, и вы попадаете на мудрого, хорошего судью, который знает свое дело, это, поверьте, многого стоит. А мне еще несколько раз посчастливилось попасть на так называемые дебельские аккорды. Но это я так называю, когда в одном деле мы осуждали тоже, скажем так, там судья, было дело о взяточничестве, и я поддерживал обвинения по этим вопросам. И как бы в другом регионе судья, потому что если осуществляется судопроизводство над судейским... над судьей, над судейским работником, то, конечно же, это все в другом регионе осуществляется. И там судья должна была принять решение против своего коллеги, хоть и из другого региона. Но для нее это была как бы лебединая песня на своем посту, потому что она уходила в Верховный суд. И вот у нее был такой дебельский аккорд, ей нужно было все грамотно отсудить, рассудить и так далее. И я запомнил этот процесс очень сильно, потому что очень грамотно вела себя судья. Я увидел, какой уровень у потенциальных судей Верховного суда. И вот, к примеру, точно так же был дебельский аккорд. Вот судья, очень хороший, я до сих пор помню его имя и фамилию, как его звали. Такой очень хороший, уже не сказать дед, но такой в возрасте. И вот он уходил на пенсию, и это было его последнее дело. Тоже дело было сложнейшее, тоже там оно было на контроле у всего руководства. И вот как он его судил, как свое последнее дело, это тоже было очень приятно посмотреть. И вот у меня несколько было таких процессов, там где это были как бы дебельские аккорды, там где люди показывали вот все то, что они наработали за годы практики. И поверьте мне, вот по таким процессам можно снимать художественные фильмы. Это действительно, я ходил туда, и несмотря на то, что я был участник, я смотрел на это действие, вот как в хороший театр сходил. То есть, вот видишь, как процесс прямо, насколько он пластичен в руках профессионала. Поэтому, дорогие друзья, хороший судья, это большое счастье в процессе. Понятное дело, что не все процессы какие-то есть проходные и так далее. Но если там, где работает профессионал, даже в проходном процессе, вы всегда это увидите. Профессиональный подход и так далее. И, конечно же, тут будет, наверное, хорошее сравнение, к примеру, с теми же эпизодическими ролями, которые есть у великих мастеров, у великих актеров. А кто-то всю жизнь так и был, к примеру, мастером эпизода, да, и остался в памяти зрителей. Уже не помнит никто ни произведения, ни ничего, но фразы, которые вошли в обиход, которые стали близки сердцу народа, вот они остались. И, конечно же, это все, ну, это касается в том числе и судейских работников. Я до сих пор помню, когда я только начинал свою деятельность в суде, и мне посчастливилось работать с председателем суда. Вот не знаю, почему-то он выбрал меня, и, как говорится, во всех процессах я у него участвовал определенный период. И шеф меня посылал именно к нему на процессы. И вот там я понял, что человек загруженный, а все-таки у председателей суда у них большая и административная ответственность, а раньше у них еще больше было полномочий, ответственности, обязанностей. Вот как он, несмотря на груз административной ответственности, как он ведет процесс, как грамотно и как он меня так намеками учил тому, все-таки, как можно оказаться неким образом на вершине. И все, что я не предлагал по процессу, казалось бы, административные дела, он всегда находил лазейку. И вот был такой период, мы рассматривали с ним 15 дел подряд. И в каждом деле, на каждое мое предложение так или так сделать, он мне показывал, что да, предложение хорошее, но можно по-другому. И это будет тоже законно. И во всех 15 делах ему это удалось. И я смотрел, вроде бы простые дела, но разрешены очень элегантно, красиво, по закону. И всех все устраивает. Вот как так у человека получается? Талант. Поэтому, дорогие друзья, личность судьи в процессе важнейший, важнейший элемент. Но при этом, при всем, не стоит забывать, что судья всего лишь навсего выполняет свои профессиональные обязанности. А обязанность доказать что-то, обязанность донести до суда и получить решение, это уже обязанность стороны. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось сказать. Удачи вам в ваших делах. Если будут какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите. Если нужна практическая помощь, всегда с удовольствием поможем. Счастливо!